Слушай, а ты не боишься, что тебя в Украину кинут? Да нет, что бояться. Вон предлагали на контракт, сейчас думаем. Ну, а сколько вам там платят? Оклад для зарплаты и 55 долларов в сутки. Да, конечно, 55 долларов в сутки. Слушай, не рассказывай мне сказки, блин. Вот фантазер. Вот, пацаны приехали, ебать, вот, приехали. За 10 дней 91 тысяча на карту губов. Слушай, ну а ты реально хочешь, вот, ну, готов погибнуть. Ты знаешь, сколько ваших мертвых реально вообще? Представляешь себе? Да, много. Ну, сколько, как ты думаешь, примерно? Да хватает, но... Не, ну, сколько? 100 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч. Сколько ваших мертвых солдат? Блядь, много. Вон, пацаны приехали, говорят, в неделю позвал Урала, 200-х увозили. Да, я согласен. Но ты вообще представляешь себе, вот, месяц с небольшим прошел, правильно? Просто, ну, чуть-чуть у России другая тактика войны, ебать. А, заваливать трупами, правильно? Надо было просто по громкоговорителю объявить 2 часа вам на сборы, блядь. Кто не успел, тот опоздал, нахуй. Кольцо, блядь, город в кольцо. Грады подогнали, уебали, снесли с лица земли. Сожгли, перепахали и все. Это надо было делать еще в 14-м году, когда до Мариуполя дошли. Надо было не жалеть их, блядь, а долбить дальше, блядь. Сожгли бы, перепахали. Уже за 8 лет все отстроили бы. Но это то, что вы сейчас и делаете. Ты же понимаешь, что вы сейчас так и делаете. Вы долбите градами, как ты правильно сказал только что. Ну, а вы не долбили градами? Кто долбил? Вы долбили Мариуполь градами? Вы долбили? Не, Мариуполь. А вот, на 8 лет вас долбили. Да нет, что в Донецке там осталось, блядь, не долбили? Какими градами? Ваши грады долбили. Ваши грады долбили. Нет, это сейчас наши грады долбили. Нет, тогда ваши грады долбили. Тогда ваши грады долбили. Слушай, но то, что сейчас ваши грады долбят, ты считаешь, это правильно? Конечно, и мало долбят, и больше надо долбить, и никого в плен, нахуй, не брать, к стене, нахуй всех, блядь. Женщин, детей ты имеешь в виду, да? Да, 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 именно так, нахуй. 8 лет никто не жалел людей на Донбассе, как люди жили, блядь, новости смотрите, нет, блядь. Женщины, дети, никто же об этом не думал, как и Хайдаров. Слушай, а как ты думаешь, почему в тех... Неперпеленные коридоры, вам, блядь, обмен пленными. Я понял. Надо было тогда к стене всех, нахуй, подчистую. Я тебя понял, а почему тогда в тех городах, которые вам не удалось захватить в 14-15 годах, почему там никто никого не убивал? А? Все-таки никто не удалось захватить, не убивал. Ну вот смотри, например, Славянск, да, который вы захватили, а потом вас оттуда выкинули. Почему там никто никого не убивал? Ну потому что там люди перепугались, ну в смысле не убивал? Все там было. А в Харькове почему никто никого не убивал? В Харькове не нужно было, отбили свои территории просто и все. Так правильно, значит Украина хотела просто отбить свои территории, правильно? Ну, оболченцы. А так далее, просто приказа не было, я когда стоял, почему я оттуда ушел, блядь. Потому что не было приказа идти дальше, вот и все. Поэтому многие, кто был в ополчении, бросили автоматы, блядь, и уехали. Потому что, ну, блядь, долбили-долбили за своих, блядь. И все, и стой нахер. Ну а почему ж ты сейчас не идешь защищать свою Луганщину родную? Ну почему? Сейчас вот контракт придет, поедем. Сейчас вот собирают борт. Уже третья партия уезжает. Ну понятно. Прошел медкомиссию, и все, говорит. В Дальний Восток, говорит, хочешь посмотреть? Я говорю, мне похуй, товарищ полковник, куда пошлете, ну и все. Слушай, так девушка тебя бросила, и ты в связи с этим решил покончить жизнь самоубийством в Украине, правильно? Поехать сейчас? Да, нет. Ну просто, блядь, делать нечего было. Слушай, а ты знаешь, когда прилетает Байрактар, и находит вот вашу эту самую, град, да? Угу. И ваш боезапас взрывается, как ты думаешь, что-то остается от расчета? Или нет? Это радиус поражения нормального одного снаряда есть. Ну да. А когда взрываются все ваши сорок снарядов, у вас сорокоствольные, да они? Угу. Когда сорок снарядов взрывается одновременно рядом с тобой, как ты думаешь, что-то остается после тебя? Тишина. Тишина остается. Тишина остается, остается тишина, да, я согласен. Остается тишина. То есть ты готов к этой судьбе? Ну почему нет? А во имя чего? Деньги. То есть ты настолько плохо живешь, что из-за денег ты готов реально рисковать своей жизнью? За небольшое время заработать нормально денег, чего нет. То есть зарабатывать 500 долларов в месяц, ради этого ты готов рисковать жизнь. Настолько у вас нищая жизнь в России, да, получается? Почему 500 долларов? Ну а сколько? Ну два... Тишина платили 350-му. Два твоих оклада это и будет там 500 долларов, понимаешь? Валя. Нет, я сам первый. Два твоих оклада это 500 долларов, правильно? 80 тысяч, да. Но ты за это готов рисковать жизнью? Почему нет? Ну а как ты думаешь, сколько ты протянешь месяцев, пока тебя грохнут? Ну, блять, никто не застрахован. Может вообще всего это не стоит. Ну, да, никто не застрахован. Не, ну это же надо, слушай, инстинкт самосохранения у тебя... То есть тебе не за что держаться в этой жизни, я правильно понимаю? Ну почти вообще похер. А что делать? Ну блять. Мы друг друга не поймем, но когда ты будешь лежать в канаве и смотреть на свои кишки, которые вывались тебе вот сюда на грудь, вот тогда ты поймешь, что ты зря меня не понял сейчас, понимаешь? Ага. Вот тогда ты это поймешь. Когда прилетит по твоему граду, блин, по системе, она сработает, блин, и вот ты будешь лежать, наматывать кишки, блин, и думать, нахера мне это надо было? Жил бы себе спокойненько в своей Мухосранске, где ты сейчас живешь, блин. Нет, решил, блин, погеройничать. Ну давай, герой, давай. Конечно. Давай, герой. Такой ты участи себе желаешь? Я тебе тоже такой участи желаю, давай. Без базара. Давай. Сейчас все за все ответят. Вот именно, ответишь еще как-то. А потом этот человек будет говорить на камеру, мама, ой, я не хотел, я не знал. А он же, понимаете, почему герой? Он говорит, а что, я же в артиллерии. Тем более, там эти грады, ураганы, там они же бьют на сотни километров. На сотни километров. То есть он далеко от линии фронта, он себя чувствует в безопасности. Может быть, поэтому он такой герой? Может быть, не потому, что он там будет ехать в танки и ждать, что прилетит там из-за любого угла Байрактар. Ну, я думаю, что и по градам тоже прилетает. Ну, вот, пожалуйста, это реальный разговор, это не постановка с реальным боевиком, который вот сейчас уже на контракте, можно сказать, ждет контракта, да, и едет убивать украинцев. И как он сказал, пофигу, детей, женщин, буду всех убивать, мне пофигу. Потому что меня бросила девушка, блин, и вообще мне такая жизнь нахер не нужна, я хочу заработать денег. Вот до чего скотство, вот эта путинская нищета, да, доводит людей. Это, ну, просто, знаете, как... Ну, я не знаю, есть какая-то, по-моему, пословица, связанная с нищетой, сейчас просто на ум не лезет. Но, смотрите, вот до чего человека довела его нищета, что в нем проснулись вот эти вот животные инстинкты. И он не ценит свою жизнь. Или он что-то заработает, жалкие вот эти копейки, да, или он, да, Бог, с ним будет кишки наматывать себе на руку.